Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. «Их жестокость», – написала она на своей странице в Facebook в воскресенье вечером. Также она обратилась с просьбой ко всем неравнодушным. «Если будет у вас возможность, мои хорошие друзья, огромная просьба зайти в храм и заказать панихиду за новопредставленного Александра. Понимаю, что многие лично не знали моего крестного сыночка, но это моя личная просьба, чтобы малышу открыть светлую дорогу к Боженьке. И я тоже это завтра сделаю», – написала Билык. Отметим, трагедия глубоко тронула знакомых певицы, ее поклонников и других пользователей сети. Ирине Билык и родителям мальчика массово пишут слова поддержки. «Царство небесное. Ирочка, это ужасно. Наше самое искреннее соболезнование. Вам и семье малыша. Лейте маленький ангелок к Боженьке, где всегда любовь. Какой кошмар», – пишут в сети. Как сообщалось ранее, 1 декабря на пересечении улицы Льва Толстого и Тарасовской в Киеве неизвестный стрелял по автомобилю Range Rover. Он хотел убить водителя, но попал в трехлетнего мальчика, который находился в салоне внедорожника, сообщили в полиции. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства. Погибший младший сын депутата Киевского областного совета, бизнесмена Вячеслава Соболева. Его избрали в Киевский областной совет в 2015 году. Соболев входит во фракцию «Солидарность» и является членом бюджетного комитета. В конце 90-х он основал сеть магазинов «Обжора». В 2010-2011 годах был заместителем главы НАК «Нафтогаз Украины». Кроме Соболева с сыном в машине была супруга политика и ее знакомая, пишут местные СМИ. Неизвестно, расстрелял внедорожник, когда депутат притормозил на светофоре. Пуля, которая нанесла смертельную травму ребенку, прошла через лобовое стекло, рассказал собеседник журналистов. Соболев наклонился, а пуля прошла через заднее сиденье и попала в ребенка, заявил он, отметив, что мальчик был ранен в область шеи.